Дорогие телезрители, я знаю, что нас смотрят множество людей. И вот послушайте, сегодня я говорю интересную новость, потому что скоро, буквально через неделю-две, уже будет готов сайт, именно где мы сможем зайти и увидеть о партнерстве все, сайт о партнерстве. И можно пару фоток сделать, что там делается, да? О, там я, посмотрите. Блажен тот, кто поможет обедом. Это же мое любимое место. Это из Библии. Давайте другую. Вот, смотрите. Кому хотите помочь? То есть сама идея этого сайта, смотрите, в чем? В том, чтобы была персонализация. То есть человек, он хочет помочь конкретно чему-то, да? Посмотрите, телеканалы. Телеканал, да, ну вот, к примеру, у нас четыре спутника. И кто-то хочет жертвовать деньги именно на немецкий телеканал. А кто-то хочет жертвовать деньги именно на этот, русскоязычный. Вот, к примеру, да, там, и на какой спутник вы хотите жертвовать, да? Операции, да? Это вообще отдельная тема. Это, поэтому вы хотите туда жертвовать, конкретно вот на деток, которые... Вы понимаете, да, сегодня мы то, что увидели, это капля в море, потому что детей этих уже, вот что вы поняли и все услышали, дорогие телезрители, уже больше двухсот операций сделано. Более двухсот детей. И все эти дети, они пережили, ну, радикальные перемены в своей жизни. Они были безнадежны, но они сегодня счастливые. Давайте Богу славу дадим за это. Потому что это же чудо. И именно, вот, Эд Диксон, он мне сказал когда об этом, я говорю, так, а как такое может быть? Я же, ну, видел там, я понимаю, что это невозможно, если ноги вывернуты, да, если, ну, к примеру, да, так, и вы понимаете сами, да, что даже родители, да, там, ну, они, бывает, оставляют ребенка там, потому что он весь покалеченный, ноги вывернуты, руки вывернуты, и он не ходит, и все такое, да. Как можно это исправить? А он говорит, можно. Ну, у него неординарное мышление вообще. Вот, можно, говорит, и можно это сделать. И он мне сразу начал рассказывать. И я говорю, я хочу это делать. И я хочу, чтобы мы это делали. И мы это начали делать давно еще, когда еще даже партнерства не было. Ну, чтобы вы поняли. Но мы начали это делать. И мы начали это делать, и удивительно, знаете, что ребенок за ребенком, ребенок за ребенком, ребенок за ребенком. Ну, просто мы сначала поставили цель, там, ну, к примеру, там, три ребенка в месяц. Ну, а деньги, чтобы вы поняли, там, немаленькие, там, все в тысячах долларов, и, ну, огромные деньги. Потом мы уже ставили больше. Ну, это быстро было. Больше, больше, больше. Эту планку поднимали, поднимали. И оно за счет этого, естественно, да, там, дети их оперировали. И реабилитация, вот это самое было сложное. И вот суть в чем? Что на этом сайте вы увидели, вы хотите, говорите, я хочу в операциях участвовать. А кто-то хочет жертвовать на онкологические центры. И если бы вы туда попали, вау, вы бы, конечно, тоже немножко были в шоке. Вот, потому что, когда ты там, ты понимаешь, что существует другой мир. И не просто походить там по коридору, да, там, сейчас мы сделали ремонт, там, красиво. Нет. А вот зайти в палату, увидеть этого ребенка, увидеть, спросить, что ты лежишь? Что с тобой происходит? И когда ты узнаешь, что он пережил уже там семь, восемь операций, кому-то из вас сделали операцию? Вы знаете, что операцию когда делают, это серьезно, ну, напряжение, да? А когда это ребенок? Представьте, ему делают семь, восемь операций, десять операций. Когда он лежит в этом отделении полтора года, кто-то захочет туда жертвовать. И сайт этот позволит тебе направлять деньги именно туда, куда ты хочешь. И это будет здорово, потому что кто-то хочет на ребенка, кто-то хочет на пожилых людей жертвовать. Кто-то хочет, ну, это, знаете, вот у каждого свое. А кто-то просто скажет, я хочу просто жертвовать, а там, где нужда, туда и направляйте. Но мы сможем увидеть отчетность на этом сайте. То есть, когда ваши деньги, к примеру, были пожертвованы, они зашли, каким-то образом там они сейчас делают, чтобы это было, ну, можно было это увидеть. Потом, если они, к примеру, были уже употреблены, то по-любому, чтобы была какая-то отчетность, что, ну, я хочу увидеть это, да. Вот я, к примеру, пожертвовал, я хочу увидеть. И должна быть, знаете, я люблю такую вещь, как прозрачность, когда нет чего-то непонятного, чтобы все было ясно и понятно. Мне один человек говорит, а так я могу сам взять, поехать там и дать деньги. Я говорю, едь и дай. И в этом никакого смысла нет, потому что, когда ты поедешь, все скажут тебе там, ну, к примеру, да, там, конечно, конечно, и все возьмут у тебя деньги. Но, чтобы ты в курсе был, вот кто взял эти деньги, там они и сели. Тому ты и помог, короче говоря. Вот так поэтому ищи сразу того, кому ты хочешь помочь. Ну, я имею в виду, вы понимаете, о чем я или нет? То есть я это видел уже не раз и все остальное. То есть серьезных докторов ты не найдешь и не придешь к ним. А несерьезные, ну, им нужна помощь. Можешь стать их спонсором. Ну, чтобы стать спонсором больных людей, для этого это целое дело. Это люди работают, целый департамент. Вы меня, дорогие, слышите, телезрители? Это целый департамент работает на то. Вот деньги, к примеру, пришли, я объясняю, да? И когда они пришли, целая группа людей, ну, конкретно, они занимаются тем, что ваши деньги, ни в коем случае, они не были потрачены как-то неправильно. Вы меня все услышали или нет? То есть они должны быть потрачены правильно. Я вам говорю, ну, сейчас такие практические вещи. Вам говорить об этом или нет? Скажите, если да, поднимите руку, потому что я не могу понять, оно вам надо или нет. Хорошо. То есть вы должны знать, что мы все это проходили. Мы проходили, когда мы видели, что наши финансы, они пошли не туда. Мы проходили то, когда мы хотели одно, а там сделали другое. Мы все это проходили. Поэтому у нас, поверьте, глобальный опыт. Сегодня в Украине нет второго благотворительного фонда. Я вам прямо и честно говорю. Который делает столько, сколько делаем мы. И на самом деле, нас жизнь научила делать все правильно. Поэтому вот этот департамент по благотворительности, он пашет денно и ночно. И извините, пожалуйста, вы жертвуете деньги, дорогие партнеры. Я тоже жертвую деньги. И я стараюсь жертвовать. И, как говорится, для меня это важно. И я извиняюсь, что мои деньги неправильно направили. Да вы что? Да этот департамент пожалеет об этом. Ну, правильно или нет? Потому что я хочу, чтобы все финансы направлялись мудро. Чтобы это было правильно сделано. Чтобы ни в коем случае не глупо, а мудро. Скажи со мной мудро. То есть мы должны помогать. И как Библия учит, чтобы мы были в даянии, то есть в помощи. Какими? Очень рассудительными. Помните? Этому учат Библия. И вот, чтобы вы понимали, да? Никто не может взять эти деньги. Никто не может подойти к ним даже близко. Потому что ваши финансы, когда вы жертвуете, они доходят до детей конкретно. Они доходят до детей с онкологией. Мы на сегодня 56 больниц. Мы помогаем. Это, скажите, мало или много? Это очень много. Дай Богу славу. Если мы говорим, мы телевизоры установили, так вы же можете проверить пойти. Во все онкологические центры Украины мы установили телевизоры в каждую палату. Плюс, кроме палат, коридоры, какие-то кабинеты и так далее. Плюс военные госпитали в каждую палату и так далее. Плюс множество разных больниц, которые не онкологические. Мы установили тоже туда телевизор. Потому что там очень плохое состояние и так далее. Мы везде стараемся помогать, помогать и помогать. Вы думаете, есть деньги? Люди думают, что у нас есть деньги, что их много... Нет, это неправда. Если была правда, я бы сказал, да, правда. Нет, это неправда. Поэтому я вам говорю, как есть. Слушайте, очень бывает тяжело. И вот так вот нужно добиться этого каким-то образом, сидеть, думать. Бывает, мы спрашиваем, где их найти, эти финансы. Вот обращаемся к кому-то, чтобы помогли. Но послушайте, так или иначе, моя мысль в том, что мы не должны останавливаться, мы должны расти. Кто-то мне не скажет на это? И вот все, кто нас смотрят, получается результат помощи. Вот, да, там какая-то страница статьи расходов. В общем, я думаю, сайт этот будет интересным. Вот потому что там вы увидите много интересного. И вы увидите, как заходят финансы, как они тратятся. Ну, это будет интересно. Увидите тоже, ну, статьи вот эти, или, как сказать, куда вы хотите пожертвовать. И знаете что, можно телефон высветить? Вот смотрите. Вот это будет сайт, можете записать. Вот это телефоны. Смотрите, телефоны. Запишите эти телефоны. И если вы хотите, чтобы вам сразу же скинули этот сайт, как только он будет сделан, и вы можете сейчас прямо написать смс, просто напишите свое имя, как минимум, да, там, чтобы к вам можно было обращаться. И с департамента люди, они с вами свяжутся. И сразу же, как только сайт будет сделан, вы будете первыми, кому придет эта информация, и вам помогут зайти на него и так далее. Вот. Я обращаюсь к тем людям, которые являются партнерами. Сегодня особенный день. Особенный день. Сегодня Пасха. Воскресение Христа. И вы знаете, это время, когда мы можем подумать о том, чтобы, знаете, что это сделать для Иисуса. Может быть, ты почувствуешь, пришло время тебе поднять планку. Может быть. Может быть, нас смотрят люди или сидят в зале, которые вообще не партнеры. Я вам скажу, знаете, почему вы не партнеры? Я уверен, что вы не какие-то жадные люди. Нет. Просто есть какая-то мысль, которая удерживает вас от этого. Возможно, вы думаете что-то негативное. Вы допустили что-то негативное. Возможно, вы не до конца, понимаете, мои финансы, они дойдут до цели. Да я хочу сказать вам, дорогие телезрители, конечно, дойдут. И те, кто в зале, и вы не партнеры, послушайте, конечно, дойдут. Вы должны знать одну вещь. Что ваши финансы – это святое. Когда мы помогаем людям – это святое. Когда мы делаем это дело – это святое. И я верю, что партнерство – вот что вы не понимаете. Это не просто даяние. Нет. Это служение. Это конкретное служение. Благодаря служению партнерства. Хочу, чтобы все услышали меня сейчас. Благодаря служению партнерства сегодня Евангелие через телевидение, интернет доносится до разных стран, до которых бы мы никогда не достигли. Но благодаря служению партнеров и именно партнерскому служению Евангелие сегодня, оно достигает новых стран. Оно входит в дома других стран. Сегодня люди могут увидеть и услышать это. Сила Духа Святого. Сегодня, когда я буду молиться, сила Духа Святого придет. Помазание придет. И кто-то переживет помазание на уровне Духа обновления придет. Кто-то на уровне Души. А кто-то сегодня, извините, послушайте, сегодня будут люди исцелены от рака. Сегодня люди будут исцелены от страшных болезней. Астма сегодня уйдет. Туберкулез уйдет. Через телевидение сегодня сила Духа Святого движется. Помазание движется. Я говорю вам, партнерство это служение. Именно партнеры берут это помазание. И они расширяют влияние этого помазания. Помазание здесь, в Дворце спорта. Но влияние этого помазания может быть очень ограничено. Может здесь и остаться. Но оно может отсюда достигнуть абсолютно других стран. Кто-то скажет на это? Почему? Потому что кто-то оплатил это. Дай Богу славу. И вы должны понимать. И нужно говорить открыто обо всем. Сегодня почему нет у нас арабского спутника? Да потому что просто денег нет. Почему нет французского спутника? Денег нет. Послушайте, там где есть спутники, там у нас движение, целое движение. Потому что спутник и все. Бог уже делает чудеса так, что в кабельные сети, во все сети входит наш телеканал. И это чудо Божье. Но знаете что? Почему нет во Франции, там где сегодня захват идет полностью, от христианцев, вам можно сказать, отжимают эту страну. А я скажу вам, Бог конкретно сказал мне, и не через одного человека, самое главное, через моего пастора. Он мне сказал, и тогда сказал, когда я далек еще был от Европы, но он сказал, Бог тебя ставит, чтобы через тебя пришло пробуждение в Европу. Я говорю, ого, как это будет, я даже не представляю. И знаете, что это было нереально. Вы меня все слышите или нет? Потому что я визу никак сделать не мог туда, этот шенген. Но сейчас у нас там свое здание. Сейчас у нас свой телеканал. И где? Не в каком-то селе, а в Германии, во Франкфурте. Там, где клочок земли, не купишь ни за какие деньги. А у нас там здание. Три этажа. Дай Богу славу. И такое здание, поверьте, что мы просто не можем никак понять все вместе, почему у нас такого нет в Киеве. Потому что нам обидно. И мы поняли, что Бог, получается, немцам любит больше. Я сделал такие вот выводы. Потому что, ну как такое может быть? Фишемебельное. Невероятно красивое. Я когда увидел, я не мог понять, что это такое. Никогда в жизни не видел такого. А это здание, просто Бог нам взял, подарил. И получается, мы делали саммиты. Помните, да? Один, второй, третий. И финансы с их саммитом мы потом взяли и купили это здание. И кто-то там говорил, там, о, мунтян, саммит сделал, деньги забрал себе. Я вот так слушаю, думаю, что с людьми? Почему они так все время плохо думают обо мне? Ну, почему они думают, что я могу взять и забрать себе? Зачем себе? Я жизнь свою отдал. Зачем мне деньги? Если я жизнь свою отдал, свой с Викторией, мы отдали жизнь. Зачем нам нужны эти деньги? И смысл всего, для чего мы живем, это спасение людей, это научить людей мыслить в четвертом измерении, это научить людей общаться с Духом Святым, это научить людей партнерство, потому что без этого всего человек будет тонуть, но с этим человек будет победителем. И вот я вам говорю, сегодня партнерское служение играет огромную роль. И я верю, что партнеров будет все больше и больше. И сегодня, возможно, вы не партнер. И я говорю кому-то, кто смотрит нас, и кому-то, кто в этом зале. Не партнер, потому что вы думаете, я далекий и так далее. Послушайте, может, вы и далекий. Станьте близким сейчас. Потому что сейчас вы нужны. Сейчас ваши деньги нужны, ваши усилия нужны. Вы скажете, это правда? Правда, сто процентов. И что мои деньги Мунтиан не заберет? Не заберет, обещаю тебе. Он свои туда ложит. Он всегда первый ложит финансы. Есть, нет. Я всегда жертвую. Но послушайте, сегодня ваше время, сегодня вы нужны. Сегодня вы нужны. Вы меня все слышите или нет? Кто-то меня в зале в этом слышит или нет? Сегодня вы нужны. Мэ. Я всегда говорю откровенно и честно, и так, как есть. Поверьте, я не какой-то странный человек, который не понимает, бывает, что человек может думать, что люди делают. Да нет. Все я понимаю. Я взрослый, мне 46 лет. Я могу вам просто одно сказать. когда мы жертвуем. Я беру ответственность за то, чтобы ваши финансы, они нигде не пропали, не исчезли. Вы меня все слышите или нет? Вы это жертвуете? Для меня самое главное, чтобы каждая копейка служила Иисусу Христу. И благотворительность, чтобы вы знали, сейчас вы услышите что-то, что немножко вас шокирует. это не конечная станция. Благотворительность все равно не главная цель. Вы меня все услышите, что я говорю? Что-то такое, вау, не главное. А какая же главное? Главное – это спасение души для вечной жизни. Потому что через эту благотворительность мы проповедуем людям. Теперь вы понимаете, почему служение партнерства – это служение. Потому что через это мы проповедуем людям. Через это мы делаем так, чтобы Евангелие было доступно для этих людей. Вы слышали сегодня, как женщина сказала, говорит, а я стала партнером. А я думаю, как такое может быть? Может быть. Когда люди видят дела наши, они прославляют Отца нашего Небесного, как написано в Слове. Как говорил Иисус. Поэтому каждому из нас, вот я скажу всем-всем-всем особенно, кто не партнер и кто нас смотрит, дорогие, сегодня Пасха, сегодня момент, когда можно, знаете, изменить что-то серьезное. И партнерство – это не что-то, типа, я сейчас брошу какие-то деньги. Нет-нет-нет. Это решение твоего сердца. Это принятие, знаешь, своего рода призвания. Я в Тобу принял. Я в нем двигаюсь. И я знаю, я просто верю, что Бог явит свою славу. Он поможет и поддержит. Он просто укрепит меня на этом пути. И через это явится слава Божья для многих людей. И это мое счастье, чтобы люди приняли Иисуса Христа своим Спасителем. Чтобы они имели вечную жизнь. И я знаю, что благодать Божья покроет всю мою жизнь. И моих детей, и моих внуков, и потом правнуков, и так далее. И они не будут даже понимать, что происходит, почему они такие счастливые, почему у них все срастается, почему все устраивается, почему вот сам Бог как будто, знаете, говорят, есть люди, поцелованные Богом. Знаешь, вот они будут думать, что с нами происходит, почему нас так Бог любит. Потому что в роду может быть проклятие родовое, а может быть благословение родовое. Аминь. Давайте встанем сейчас. И у вас есть анкеты, и если кто-то сейчас, вы реально принимаете решение, вы понимаете, что это не какая-то игра, что это все серьезно. Вы начинаете понимать, что, знаете, у кого у вас, ну, кто учился хорошо? Кто хорошо учился? Поднимите руку, пожалуйста. Есть пару человек. Хорошо. Я, кстати, знаете, как я хорошо учился? Я так любил школу, я так любил учиться, что в восьмом классе я учился два раза. И при том еще в спецучилище, охраняемым военными людьми. Почему? Потому что там таланты нужно охранять. Поэтому с математикой у меня все четко, ну, где-то до десяти. Вот дальше уже. Дальше я беру телефон и считаю там. Сейчас такое время, что каждый мудрый человек, он, кстати, подумает, подожди, если прооперировали более двухсот детей и каждая операция, ну, если прямо говорить, да, просто операция, она стоит минимум три, а так пять тысяч долларов, да? Так где же взять такие деньги, друзья? Логика должна быть. И это только одно направление. Если взять все направления, ты уйдешь с большим вопросом. Я не хочу этого тебе говорить. У тебя будет вот такая голова. как у меня. Большая, большая. Если ты хочешь голову, как у меня, я тебе расскажу. Но лучше тебе не иметь такую голову. Потому что иногда она вот такая. И ты не знаешь, куда бежать. Потому что ты должен добиться успеха в этом. Ну вот я вам скажу, сегодня день, когда Бог благословит. Я верю каждому человека, кто серьезно отнесется к этому вопросу, партнерству. В этом зале и по телевидению я хочу помолиться за вас. И вы помолитесь. Пусть Дух Святой вам скажет. Поговорите с Ним. О, Дух Святой. Аллилуйя. 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 Дух Святой. Дух Святой. Дух Святой. Я прошу тебя, Дух Святой. Аллилуйя. Сегодня именно в этот день, Дух Святой, Каз, Ис, Ис, Ис. Сегодня, Дух Святой, Ты проговори. Пусть открыто будет каждому то, что открыто мне. Пусть завеса эта приоткроется, пусть каждый, он просто увидит всю картину во всем объеме. Пусть он увидит, как это помазание, оно достигает новых стран, благодаря его служению в партнерстве, верности в партнерстве. Благослови каждого партнера. Я прошу Тебя, Дух Святой, Твоим помазанием помажь. Я молю Тебя, Дух Святой, чтобы Ты своей огненной стеной окружил, поддержал, чтобы сегодня кровь Твоя Святой Иисус омыло каждого, чтобы каждый партнер он увидел прощение Твое, Господь мой. И как сказано в Слове Твоем, Боже, пусть жертвы, эти пожертвования, эти партнерские, Ты садилаешь тучными и благословишь, Великий Боже, пусть явится слава Твоя, Боже, пусть явится могущество Твое, Господь. Болезни пусть отойдут от каждого партнера во имя Иисуса и от семей, то есть близких людей и партнера. Пусть отойдут болезни во имя Иисуса Христа. Пусть отойдут, засохнут во имя Иисуса. И сейчас есть парень, мужчина молодой, у которого жена больная и конкретно онкология. Я прямо сейчас говорю вам, полное исцеление, я вижу в духе, как прямо засохла эта онкология, эта опухоль, засохла просто, буквально засохла, полное исцеление. Защита, аллилуйя, вот Дух Святой. Также глаз прямо сейчас исцеляется, девушка, у которой исцеляется глаз, прямо сейчас во имя Иисуса, аллилуйя, 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 Боже, 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 исцеляющая сила коснулась копчика прямо сейчас, полное исцеление. Дух Святой, прошу, коснись каждого партнера, я молю Тебя, Боже. Ты сказал, что если мы помышляем о бедном, то в день бедствия ты избавишь, то когда будет болезнь, ты придешь и ты поднимешь, даже когда человек уже лежачий, ты поднимешь, Господь, пусть сегодня диагнозы будут разрушены во имя Иисуса Христа. И сейчас, как зажат нерв в позвоночнике, в поясничном отделе у девушки, прямо сейчас полное исцеление. Исцеляющая сила прошла в том месте, полное исцеление примите. Начинайте делать то, что вы не могли. По телевидению сейчас движется сила Божья через экран, прямо сейчас. Во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса. О, мой Бог, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О, мой Бог, аллилуйя. Помазание Твое, Боже, Дух Святой, помазание Твое. О, Дух Святой, дорогие друзья, помазание Божье двинулось, нам нельзя останавливаться. Прямо сейчас вот этот шейный отдел, вот где плечи, где трапеция, прямо там сейчас у кого-то исцеляющая сила прошла. Полное исцеление. У вас как будто окаменевшие были вот эти мышцы, позвоночник, вот эта часть шеи. Полное исцеление. Начинайте делать то, что не могли. Поворачивайте свою голову прямо сейчас. Будьте исцелены во имя Иисуса Христа. О мой Бог. Аллилуйя. Локоть сейчас исцеляется. Локоть. Именно локоть на руке. Полное исцеление. Дух Святой, я благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Боже. Аллилуйя. 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 Кровь Иисуса Христа прямо сейчас разрушает на своем пути все демоническое. Разрушает все демоническое. Вот, друзья, прямо сейчас это помазание высвобождено. И я просто верю и вижу. Просто вижу этот момент, как благодаря партнерам высвобождено это помазание. Сила Святого Духа прямо сейчас движется и в этом зале, и по экрану телевизора. прямо сейчас, кто смотрит нас, дорогие друзья, пришло время. Пришло время, я не могу даже останавливаться. Сейчас пришло время полного исцеления. Полного исцеления. Полного исцеления. Полного исцеления. В зале и экрана телевизора создавайте атмосферу для Духа Святого. Условия для Его проявления. Забудьте обо всем и обо всех. Не позвольте, чтобы что-то вас отвлекало. застыньте просто и ожидайте его прикосновения реального, физического. Прямо сейчас оно движется. Кас. Кас. Низ. Тач. О, вымазали твой Дух Святой. Желудок сейчас исцелен был. Аллилуйя. 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 О, Дух Святой. Да. Астма. Дух нечистый. Выйди вон. Аллилуйя. 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 О, Дух Святой. Друзья, полное освобождение от астмы. Полное освобождение. Очищены вы от этого демона. О, мой Бог. Аллилуйя. 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 О, Раба Санту. Аллилуйя. Ки-ши-та-ва-канда-ва-кая. Прямо сейчас, друзья, сила Божья, она вот просто увеличивается, увеличивается, увеличивается. Это помазание. Это помазание освобождения. Это помазание исцеления. Исцеляющая сила. и освобождающая от демонического влияния. Потому что сегодня всякое проклятие должно быть разрушено, и никто не может остановить движение Духа Святого. Оно над всем. Все демоны, они уже знают, что все, пришел конец. Поэтому прямо сейчас Дух колдовства, выйди вон во имя Иисуса! Дух колдовства нечистый. И есть демоны конкретные, которые приносили преждевременную смерть. И сейчас прямо в вашем роду это было. Но сейчас, прямо в этот момент, друзья, именно сейчас, вот эта преждевременная смерть, это был Дух, демон, который жил в вашем семейном древе. И сейчас вы ощущаете на себе немощь, буквально немощь. У вас нет сил, энергии, у вас есть эта болезнь, которой болели ваши предки. И сейчас прямо, я говорю, Дух нечистый, Дух преждевременной смерти. Выйди вон, Дух смерти! Выйди вон! И сзади! И сейчас прямо эти демоны, они должны оставить каждого человека, кто поражен просто этим Духом. И в вашем семейном древе это проявлялось. Но сегодня пришел конец, пришел конец этим бесам и демонам. Дух колдовства! Я тебя связываю именем Иисуса и говорю, убирайся прочь! Я призываю кровь Иисуса Христа на каждого человека. И я вас прошу, не отвлекайтесь, создайте условия для проявления помазания. Дорогие друзья, помазание – это физическое ощущение Бога. Это когда сила Святого Духа, помазание и есть эта сила, касается вашего тела, и вы чувствуете прямо тепло, огонь, жар, боль, электрический разряд. В этот момент, когда вы его ощущаете, вы должны знать, исцеляющая сила коснулась вас. И именно в том месте, где была болезнь. И есть человек в этом зале, у которого левый разобедренный сустав поражен. Прямо сейчас, в этот момент, сила Божья, Дух Святой касается. Я говорю, коснись, Дух Святой! Коснись, Дух Чудотворения! Коснись, Дух Святой! Своим даром Чудотворения! Коснись! И сейчас произошло чудо в вашем тазобедренном суставе. Полностью обновление, исцеление. Прямо сейчас. Сделайте то, что вы не могли делать. Смело! Во имя Иисуса! Во имя Иисуса! Во имя Иисуса! Тач! Коснись! Коснись, коснись, коснись! Коснись, коснись, коснись! О, Дух Святой! Аллилуйя! Друзья, сейчас прошу вас, то, что нужно сделать, это ни в коем случае не отвлекаться ни на что, потому что Он смотрит на сердце. А сосредоточьтесь именно на Нем, на Духе Святом. Пусть Он подойдет к вам. Вы можете внутри, в сердце. Да, не надо вслух попросить Его сказать, подойди ко Мне. Один раз, не нужно много, Он все слышит. О, Дух Святой! О, Дух Святой! Коснись! Пусть разрушено будет всякое демоническое влияние. Полностью. Сегодня разрушается всякое бесовское влияние на личной жизни. Разрушается прямо сейчас это влияние на личной жизни. Оно разрушается в этот момент. Это Дух одиночества. Это Дух безбрачия. Это Дух нечистый. Он убирается вон прямо сейчас, в этот день. Кровь Иисуса Христа. Дьявол, я повелеваю. Убирайся вон. Дух нечистый. Дух одиночества. Дух безбрачия. Убирайся вон. Дух развода. Прочь! О, прямо сейчас это проклятие рушится. Прямо сейчас это проклятие рушится. Прямо сейчас это проклятие рушится. Во имя Иисуса. О, мой Бог. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Помазание Твое Дух Святой. Помазание Твое Дух Святой. Помазание Твое Дух Святой. Помазание Твое Дух Святой. Елей Твой. Да течет Он на тела. Господь мой и Бог мой. Есть человек также, у которого проблема именно в голове. Именно в голове. Вы больны физически. Именно в голове. Проблема. Прямо сейчас. Прикосновение Духа Святого. И полное исцеление происходит. Цвет. Полное исцеление. Полное исцеление. Аллилуйя. 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 Полное исцеление Полное исцеление сейчас Головы Головы внутри Во имя Иисуса Коснись, коснись, коснись О мой Бог, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя О, Дух Святой О мой Бог Освободи 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 ее Полностью Освободи ее, Господь Пусть выйдет этот демон с нее Пусть полностью выйдет из нее Пусть полностью выйдет из нее Во имя Иисуса О мой Бог, о мой Бог, о мой Бог, аллилуйя, аллилуйя Во имя Иисуса Во имя Иисуса Выходи полностью из нее демон Тач Тач Тачи, 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 о мой Бог, аллилуйя, от помазания пусть распадется всякое ярмо, аллилуйя, аллилуйя, фу, фу, о мой Бог, тачи. Примите сейчас совершенное исцеление, о мой Бог, тачи, о мой Бог, тачи, о мой Господь, пусть от помазания сегодня будет разрушено. Это влияние демоническое. Я вижу сейчас прямо полное исцеление, и оно касается конкретно простаты, прямо сейчас полное исцеление. Полное исцеление. Сердце прямо сейчас, о мой Бог, Дух Святой. Тачи, о мой Бог, коснись, коснись, наполни ее, Господь, наполни твоим помазанием. Тачи, 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 коснись, коснись, наполни, наполни, наполни. О мой Бог, пусть от помазания сегодня придет полная свобода в ее жизнь. Я прошу всех оставаться в молитве, не отвлекаться, создавайте условия. Мой Бог, наполнение и всякое демоническое влияние сегодня уходит, уходит прочь, уходит прочь, прямо сейчас. И я вижу, как щупальцы, они как будто связали вас в этой области, вот так вокруг, прямо сейчас. Во имя Иисуса, полная свобода, коснись, Дух Святой, коснись, коснись, тачи, о мой Бог, коснись, о мой Бог, коснись. Тачи, 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 тачь, тачи, коснись, коснись. Господи, 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 Господи. Господи, Господи, Господи. Господи, 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 Господи. И внутри попросите, чтобы Он пришел И коснулся вас По-настоящему, реально О мой Бог О мой Бог Боже, 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 Боже Боже, 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 Дух Святой Освободи ее, Господи, освободи ее Пусть эта демоническая сила оставит ее Пусть сегодня придет полное освобождение В этот день Это проклятие будет разрушено над ее жизнью Новая жизнь Новая жизнь Новая жизнь Демон, остави обоймя Иисуса Освободи ее Пленных Пусть пленные будут свободны И пусть она будет сегодня освобождена Пусть выйдет с Него Это нечистый Дух Я говорю, Дух нечистый Прямо сейчас Выйди вон Во имя Иисуса Полная свобода У нас Только снись Никакие бесы Пусть не удержится Полное освобождение В этот день Полное освобождение В этот день Дьявол Тебе больше нет места Ты не скроешься Там, где помазание Там, где помазание Там бесы не могут скрыться Дьявол Твое время закончилось Я говорю тебе Выйди из нее прочь Прямо сейчас, дьявол Выйди вон Я сказал Выйди вон Выйди вон Я сказал Выйди вон Я сказал Прочи с Него Нечистый Дух И не прикасайся к Ней Выбирайся Выходи И не возвращайся больше Вот Дух Святой Аллилуйя Давайте все Друзья Мы Вот просто поднимем Одну руку И скажи Дух Святой Пройди Через меня И сейчас Прямо Рассчитывайте Именно только так Посягайте На то Чтобы помазание Реально Коснулось Вас и прошло Через Ваше тело Вашу душу Я говорю Дух Святой Кас Низ Тач О Дух Святой Я прошу тебя Пройди Через каждое Каждое тело Каждую душу Коснись руки Каждого И пройди Через все тело Через душу Божию Через тело На физическом уровне Божию Все О мой Бог Пленных освободи Господи Пленных освободи Узников Которые в темнице Открой Господи Эти темницы Сегодня Боже Вместо пепла Дарой Украшения Вместо слез Елей Радости И вместо Унылого Духа Славную Одежду Пусть сегодня Это происходит На этом собрании Это Твое Обетование Господь мой Это Твое Обетование Это Твое Обетование Это Твое Обетование Я прошу Тебя Господь Именно в Твоем Обетовании Сегодня Боже Мы находим Свою силу Дух Святой Прошу Тебя Кас Низ Кас Низ Кас Низ Кас Низ Дух Святой движется, и вы переживаете реальность Бога, реальность Бога, потому что сейчас в этом зале Дух Святой, и когда ты стоишь, и если ты не можешь достигнуть этого момента, возможно, блокирующие демоны стоят и контролируют тебя, которым ты дал место, или это идет по роду, но, скорее всего, я чувствую, просто я и говорю это, это ты дал им место, это ты конкретно дал им место, и нужно что-то сделать, разрушить этот контроль и вообще присутствие этих бесов. Рядом с тобой должны быть ангелы, и Дух Святой должен приходить к тебе мгновенно, ты должен быть его другом. Доступ Духа Святого к твоему сердцу должен быть открыт. Я надеюсь, меня все-все слушают и молятся. Доступ Духа Святого к твоему сердцу должен быть открыт, поэтому если есть какая-то блокировка, если есть что-то, ты знаешь, что это может быть. Это значит, что ты где-то допустил, проглотил что-то. Может быть, это связано с каким-то человеком, которого ты унизил в своем сердце, и через это пришли бесы. Может, это связано с каким-то близким человеком в твоей семье, может, в служении. Но так или иначе, в первую очередь, бесы приходят всегда, когда проблема в отношениях, на сердечном уровне. Пусть прямо сейчас Дух Святой тебе подскажет, и придет полная свобода, и я говорю, Дух Святой, коснись, коснись, коснись. Все, кто на сцене, принимайте, помазание Божие, коснись. Я хочу помолиться. Извиняюсь, сюда ее введите, пожалуйста, сюда. Я хочу помолиться за нее. Коснись, коснись, коснись. О мой Бог, аллилуйя. Пусть помазание Божие сегодня разрушит демоническое влияние, контроль. Контроль человеческий. И я понимаю сейчас, что кто-то есть, кто переживает демонический контроль. Но как это происходит? Через человека. И есть человек, который высвобождает этот контроль на вас. Сейчас прямо пусть этот контроль будет разрушен по имя Иисуса. Пусть помазание Божие наполнит тебя. Помазание Божие наполнит тебя. Пусть помазание Божие наполнит тебя. Пусть оно наполнит все твое сердце. Пусть сегодня будет полная свобода в этот день. Полная свобода. Совершенная свобода. Свобода. На уровне духа подсознания. Свобода. Пусть эта свобода наполнит, наполнит, наполнит и совершит свою работу. О мой Бог, о мой Бог, аллилуйя. О мой Бог, о мой Бог, о мой Бог, о мой Бог. Никакие демоны пусть не контролируют, не удержат, не смогут ничего сделать. Вся стратегия дьявола разрушена. И сегодня план Бога пусть будет воплощен в твоей жизни во имя Иисуса. Во имя Иисуса, во имя Иисуса. За телезрителей я сейчас мылюсь и за всех в зале. Прошу вас, друзья, кто в зале, кто очень глубоко и осознанно понимает сейчас, что происходит. Прямо сейчас, в этот момент, Дух Святой. Каз. Нис. Тач. Дьявол, убирайся вон. Не прикасайся. Не прикасайся. Я разрушаю, сатана, твое влияние. Я разрушаю, дьявол, твое влияние. Я разрушаю, сатана, твою стратегию, твои замыслы. Все, что ты задумал, я разрушаю, дьявол, именем Иисуса. И прямо сейчас, Дух Святой, я прошу тебя, газ. Нис. Тач. О, мой Бог. У экрана телевизора сейчас есть люди, которые переживают мощное помазание на своей жизни, на своем теле. Прямо сейчас мощное помазание. Исцеляющая сила двинулась. И сейчас в душе исцеления, в духе исцеления, исцеление, которое проходит через вашу внутренность, полное освобождение. Дьявол связывал вас, он связывал вас, он связывал вас внутри, он буквально я вижу человека, который связан, связан, внутри связан, он перетянут. Он перетянут полностью, и прямо сейчас полная свобода приходит. Потому что Дух Святой, он приходит к тебе для того, чтобы снять эти веревки, снять вообще вот эту веревку, которая на тебе полностью освободит тебя. Я вижу в духе сейчас молодого человека. И он по годам, он не молодой, но выглядит молодо, выглядит очень так сильно, хорошо так. И получается, я вижу картину, друзья, сейчас с этим человеком. И это странная картина, конечно, но я озвучиваю все, что я вижу. Я вижу картину, как глаза, глаза, они как будто бы намылены мылом, и вы не можете их открыть даже. Этот человек конкретно сейчас слышит меня. Вы не можете открыть их, потому что мыло, это оно прямо слой целый мыла. И вы не можете открыть свои глаза, и даже пытаясь, вы сразу чувствуете, как это щипет. Вы не можете открыть вот эту картину. Но я вижу сейчас, и Бог показывает, что ваш внутренний человек полностью ослеплен. Все, что вы сейчас делаете, решения, которые вы принимаете, они неправильные, потому что вы слепы абсолютно. Вам нужен кто-то, то есть человек, пастор, который над вами, который очистит вас от этого, который просто уберет это мыло, который даст вам это увидеть, всю картину, что происходит в вашей жизни. Прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Господь показывает это для вас и дает вам слово, чтобы вы обратились, чтобы вы сейчас оценили, чтобы вы сейчас буквально приняли то, что говорит вам ваш наставник прямо сейчас. В этот момент, примите это слово, исцеляющая сила приходит к вам через него, освобождающая сила прозрения. Аллилуйя, аллилуйя. Дух Святой, прошу тебя, коснись, коснись. Поджелудочная железа у человека сейчас прямо исцеляется. Боль, которую вы терпели, прямо сейчас полностью исчезает. Полное исцеление поджелудочной железы. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя. Дух Святой, я благодарю тебя. Также есть человек, у которого проблема в позвоночнике, в отделе, в шейном отделе. И настолько серьезная проблема. Я вижу прямо этого человека, этого мужчины средних лет, который не может повернуть даже свою голову. Потому что там боль, и это боль, не просто боль, а там проблемы, которые влечет за собой. Это повреждение прямо сейчас. Полное исцеление примите. Полное исцеление. Коснитесь твоей шеи сейчас. Дух Святой, коснись. О, мой Бог. Аллилуйя. Я благодарю тебя, Господь. Сейчас исцеление произошло. Только что исцеляющая сила коснулась. В носу были полипы. Прямо сейчас исчезли. Силой Духа Святого просто исчезли. Полное исцеление. Боже, я благодарю тебе. О, Дух Святой, я благодарю тебе. Спасибо тебе. И прямо сейчас исцеляющая сила движется, друзья. И это касается конкретно вен, вен в кишечнике. И это геморрой. Это внутри. И там у вас проблема. И там сейчас новые вены. Новые вены. Больше нет этой проблемы. Полное исцеление. Во имя Иисуса будьте исцелены. Бог мой, благодарю тебя. Благодарю тебя. Я прошу сейчас, друзья, помазание движется. Я чувствую, что Дух Святой сейчас движется в исцелении. И это касается именно женских заболеваний. И я вижу сейчас, что исцеляющая сила двинулась. И женщину вижу, у которой проблемы в груди. Прямо сейчас полное исцеление. Совершенное. И эти затвердения исчезли. Эти опухоли исчезли. Полное исцеление. Затвердений больше нет. Полное исцеление. Совершенное. Проверьте себя прямо сейчас. Прямо сейчас. Проверяйте себя, когда я говорю. Прямо сейчас. Это полное исцеление произошло. Халлилуйя. Халлилуйя. И уже долгое время. Есть женщина, у которой долгое время. Какая-то опухоль на шейке матки. Прямо сейчас. Совершенное исцеление произошло. Совершенное исцеление. Полное исцеление. Принимайте это исцеление. Без всяких сомнений. Потому что то, что я говорю. Это сто процентов. Вы тепло чувствуете. Вы знаете, что речь идет о вас. Хватайте это. Потому что нет никаких сомнений. Дух Святой всегда исцеляет. Всегда. Если я увидел это, значит, это произошло сейчас. Я благодарю Духа Святого за эту исцеляющую силу. Халлилуйя. И также есть женщина, у которой как опущение женских органов от матки. И там дальше какие-то проблемы. Я просто вижу, друзья. Я вижу эту картину. И я озвучиваю. Я ей говорю, сейчас есть такая женщина. Она чувствует сейчас, как тепло двинулось прямо внизу живота. Полное исцеление. Как будто Господь дает все новое. И ставит все на свои места. Совершенно. Будьте абсолютно здоровы во имя Иисуса Христа. Халлилуйя. 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 И у кого есть сейчас прямо по телевидению в зале, у кого есть киста или две кисты, не имеет значения, опухоль. Положите туда руку. Прямо сейчас. Я говорю, исчезните во имя Иисуса. Всякая киста, опухоль. Исчезни во имя Иисуса. Дух нечистый. Убирайся вон. Прочь. Прочь. Сатана, прочь. Я прошу сейчас, Тесленко, Оксана, пожалуйста, помолиться здесь. Друзья, я ощущаю, что Бог показывает, и мне нужно двигаться в этом. Пожалуйста, группа порядка, обратите внимание. Дайте мне то, что я прошу. И давайте еще помолимся, друзья, потому что сегодняшний день должен быть особенным. Для некоторых людей это как шанс, новая жизнь. Потому что сейчас я чувствую, что будет что-то особенное. Давайте будем в ожидании действия Духа Святого. Прямо сейчас я говорю тебе, злой дух онкологии. Убирайся вон во имя Иисуса. Все, кто смотрят по телевидению, все, кто здесь в зале. Если у вас есть эта проблема, как бы она ни пришла, то ли по роду, то ли это наведенное что-то, не имеет значения. Прямо сейчас, Дух Святой, прошу тебя, пусть эта нечистая сила, эта болезнь будет связана и изгнана тобою. И я говорю, демон, злой дух, я обращаюсь к тебе, болезнь. И я говорю тебе, оставь тело, оставь тело, оставь тело, убирайся вон, прочь во имя Иисуса. Прочь, дьявол! Я обращаюсь к тебе, рак, я говорю тебе, убирайся прочь, выйди вон, выйди вон, выйди вон, я сказал. Я связываю тебя именем Иисуса и повелеваю тебе, оставь тело прямо сейчас, прочь. О, Дух Святой, я прошу тебя, коснись каждого человека, коснись. Пусть сегодня этот дух онкологии уйдет прочь навсегда. Я молю тебя, Дух Святой, это проблема, это болезнь, пусть уйдет навсегда, пусть разрушено будет родовое проклятие, пусть разрушено будет наведенное проклятие. По какой бы причине эта злая сила не пришла, эта болезнь не пришла. Я прошу тебя, Дух Святой, сегодня, в этот день, в этот праздник, я молю тебя, Господь, пусть уйдет прочь эта болезнь навсегда, навсегда, навсегда. И я молюсь, Господь, за тех, кто боится этой болезни. Боится, потому что у них в роду, возможно, все умирали от нее. Я молюсь о том, чтобы они сегодня были полностью освобождены от этого страха навсегда. И никогда, никогда эта болезнь не коснулась их. Примите это, если у вас это есть, прямо сейчас. Во имя Иисуса. Вот Дух Святой, коснись, коснись, коснись. Силой у Святого Духа, пусть сегодня будет разрушено демоническое влияние во имя Иисуса. Давайте все поднимем руки. Господь наш и Бог наш, нет ничего дороже Твоего помазания. Благодаря Ему, Боже, сегодня мы видим. Эти сотни исцелений. Спасибо Тебе. И в этот день, я думаю, все мы просим Тебя, пусть будет явлена слава Твоя, пусть разрушены будут все планы сатаны, все планы дьявола. И он хотел, чтобы кто-то умер. Но сегодня есть Ты, Дух Святой. И Ты пришел к нам. И Ты хочешь, чтобы они жили, все жили. Чтобы всякая болезнь пала под наши ноги. Чтобы всякая болезнь и немощь пала под наши ноги. Чтобы мы были здоровы и крепкие. Чтобы мы были теми, которые наступят на голову змею. Чтобы мы были те, которые будут изгонять дьявола. Поэтому сегодня, Господи, мы принимаем от Тебя полное исцеление. Скажи это Богу. Полное исцеление в Твоем помазании. Полное исцеление. Всякое родовое проклятие разрушено силой Духа Святого. Помазанием Духа Святого. И сегодня я принимаю свободу, победу, здоровье. Я новый человек. Потому что сегодня я праздную воскресенье Иисуса Христа. Я праздную эту победу. Я праздную это избавление. И это избавление, это не просто слова. Это действие Святого Духа. Это действие Святого Духа в моей жизни. О, мой Бог, в моей семье. О, мой Бог, аллилуйя, 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 аллилуйя. Я поклоняюсь Тебе, великий Бог. Я поклоняюсь Тебе, потому что нет никого и ничего, что может стоять над Тобой. Поэтому сегодня я полностью доверяюсь Тебе. Я верю, что силой Духа Святого, помазанием Духа Святого, я исцелен. Мои близкие исцелены, освобождены, они имеют победу, потому что сегодня воскресенье, Пасха, избавление. Сегодня тот день действия Святого Духа в народе Твоем. Он по Proposite, пусть государь, давлон, через ребенок, воз Patriarchaso Скasteуде, принадлежьте ребенок, уже inside the heart of the world. Слава Тебе, святая Свою. owners妈ney, вскอยБутеновый наше старое слово-массаж-сotomякторой сша. Готовый нашеérте помор jazz. Послаченный брат чернuki Твоем voltant sanon. У michael tTyp. И я на нее ночь сша. Слава Тебе во всей земле! О, Аллилуйя, царь, царей! Слава Тебе! Слава Тебе! Слава Тебе во всей земле! Давайте дадим Ему сильную славу, сильные аплодисменты! Аллилуйя, 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 Аллилуйя! Вы знаете, друзья, я думаю просто о том, что когда у нас будет саммит четвертое измерение, и потом будут еще два дня, когда будет партнерский форум, я смогу просто быть свободным и двигаться в Духе Святом, и молиться хоть два, хоть три часа за исцеление. Я верю просто за наполнение, за новую жизнь, за наполнение разума. Вы знаете, что я думаю? Это будет великое время, которого еще никогда не было. И мне кажется, что Бог, Он хочет партнеров вообще поднимать на новый уровень. Эмэн! Это произойдет сто процентов. Вы увидите это, потому что вот эта мысль, которая ко мне пришла, сделай два дня, чтобы целыми днями быть свободным и молиться сколько хочешь. И я подумал, Господи, да это же вообще что-то, чего никогда мы не делали. Мы дадим свободу Духу Святому. Аллилуйя! Давайте Богу дадим сильнейшую славу. Аллилуйя! А еще сильнее закричи для Него. Аллилуйя! Друзья, когда я говорю закричить для Него, прекратите играть. Потому что Бог хочет слышать. Он хочет слышать барабаны, гусли и все остальное. Ну, после народа Божьего. Амэн? Поэтому давайте мы закричим. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Иисусу!